Здравствуйте дорогие друзья! У нас проблема, которую непонятно как решать. Россию захлестывает волна беженцев из Украины. Я не говорю про Донецк и Луганск. Там часть людей возвращается, никто не ведет с ними разъяснительную работу, что они возвращаются часто в места, которые просто уничтожены, там нет ничего, никто не объясняет им, что они возвращаются под обстрел. То есть мы получим еще более миллиона беженцев этой зимой из Донецк и Луганск, а речь о других. Речь с территории бывшей Украины временно оккупирована нацистами. На самом деле люди в Киеве, есть там разумные, профессиональные люди, они оценивают ситуацию. У них вопрос, сколько им кормить людей этой зимой? Они полагают, что полтора миллиона человек убежит в Россию только через Сумскую, Черниговскую, Харьковскую в основном, конечно, области. То есть это не те, кто побежит в Россию из Одессы морем, это не те, кто побежит в Россию из Николаева, это те, кто побежит через северо-восточную, восточную границу Украины. Полтора миллиона беженцев. Они, конечно, будут пытаться где-то устроиться, но нужно понимать, что их, в общем-то, здесь никто особо не ждет. И мы будем иметь колоссальную социальную проблему и колоссальную проблему с преступностью. Потому что понятно, что люди от безысходности пустятся во все тяжкие. Я уж не говорю про диверсионные группы, которые с ними будут переходить границу и под их видом будут маскироваться. У нас одна такая диверсионная группа развлекается с начала августа в Дальней Подмосковье в районе Воскресенской Шатуры на трассе Дон, а до сих пор отловить не могут. То есть я просто хочу зафиксировать, что это проблема, которую мы не знаем, как решать и которую, скорее всего, никто сейчас даже решать и не пытается. Помимо туберкулеза, помимо наркомании, которую люди с собой принесут нам дополнительно, это просто огромная масса людей, которых можно как-то к чему-то приспособить. Это не люди из Донецка и Луганска. Они понимают, что мы им ничего не должны, мы им защищать не обязывались. Даже косвенно они скакали против москалей. Никаких чувств жалости к ним нет. Что с ними делать непонятно. Это реальная проблема. Была огромная надежда на то, что господин Яйценюх все-таки устроит, ну если не тот замечательный стену национальной гордости, о которой не с Коломойским порозней говорили, то хотя бы сетку-рабицу натянет вдоль границы. Но, к сожалению, не натянет. Там все деньги уже, ну не все, но основная часть денег на это выделенных уже украдена. Поэтому мы столкнемся с проблемой, которая в отдельных областях может приобрести характер чрезвычайной ситуации. Я напомню, что в одну из наших областей приехало 8 тысяч беженцев и они были в таком состоянии так себя вели, что в этой области объявили чрезвычайную ситуацию. Это было и это отчасти есть до сих пор. В принципе, ФМС должна эту задачу решать. В принципе, уже сейчас должны предприниматься организационные действия в этом отношении. Но, вы знаете, не ведется даже вербовка людей в армию Новороссии. Вот просто не ведется никакой подготовки к тому, чтобы эти беженцы могли воевать с нацизмом, которых выгоняет из страны. Эта ситуация открытая, она неопределенная, непонятно, что делать дальше. Я просто делюсь с вами, как говорится, своей озабоченностью. Спасибо.